Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Выполним упражнение номер 28 на странице 22 Прочитайте В еловом лесу без устали хлопочут проворные белки В вершинах елок они устроили теплые гнезда В лесных кладовых хлопотливые зверки спрятали вкусные орехи Спешите, подчеркните главные члены Итак, давайте спишем этот текст Начинаем с красной строки В раздельно еловом лесу без раздельно устали хлопочут Проворные белки Предложение закончено с большой буквы В Раздельно верши с буквы И нах Елок они устроили теплые гнезда Подложение закончено, точка В Раздельно лесных кладовых хлопотливые звери С мягким знаком ки Спрятали вкусные орехи Предложение закончено Теперь давайте подчеркнем главные члены предложения Прочитаем еще раз первое предложение В еловом лесу без устали хлопочут проворные белки О ком говорится предложение? О белках Это подлежащее Что говорится о белках? Они хлопочут Это сказуемое Читаем второе предложение В вершинах елок они устроили теплые гнезда О ком говорится предложение? О белках То есть здесь это обозначено словом О они Это подлежащее Что говорится о них? Что они устроили И последнее предложение В лесных кладовых хлопотливые зверьки Спрятали вкусные орехи О ком говорится в предложениях? О зверьках Это подлежащее Что говорится о них? Что они спрятали Это сказываемое Выпишите из первых двух предложений Словосочетание Итак, давайте выпишем словосочетание Сначала из первого предложения Читаем его еще раз В еловом лесу без устали хлопочут проворные белки Какие словосочетания мы можем выписать? Словосочетание можем выписать следующее Хлопочет как? Без устали Хлопочет где? В лесу В лесу каком? В еловом Белки какие? Проворные Теперь давайте мы это запишем Итак, начинаем записывать первое словосочетание Хлопочу с буквой унта В скобках вопрос как? Знак вопроса Без раздельно устали Следующее слово-сочетание Хлопочут Вопрос в скобках где? Знак вопроса В раздельно лесу Следующее В раздельно лесу В скобках вопрос каком? Знак вопроса Еловом И последнее слово-сочетание Белки В скобках вопрос Какие? Знак вопроса Проворные Теперь точно так же выпишем словосочетание из второго предложения В вершинах елок они устроили теплые гнезда Устроили что? Гнезда Гнезда какие? Теплые Устроили где? В вершинах В вершинах чего? Елок Итак, записываем Устроили Вопрос в скобках Чето Знак вопроса Гнезда Следующее слово-сочетание Гнезда Да Вопрос Вопрос Какие? Знак вопроса Теплые Следующее Устроили Где? Знак вопроса В раздельно верши с буквы И на Х И последнее слово-сочетание В вершинах В вершинах Вопрос Че-го Знак вопроса Ё-ло-ко Давайте посмотрим У нас над словом хлопотливый стоит цифра 2 Это значит мы должны разобрать это слово по составу Итак, давайте сначала запишем это слово Хло-пот-ли-вы-е И начинаем его разбирать Начинаем с корня Подберем однокоренные слова Хлопоты Хлопотать Корень у нас хлопот Дальше выделяем окончание И-е И остается суффикс Лив Если вам понравилось видео Смотрите остальные решения на нашем сайте Если есть вопросы, предложения или пожелания Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!